Продолжение следует... Ну да, абсолютно точно, я не ошибся, здесь складная канистра. Так. Ага, понятно. Присутствует некое подобие розничной упаковки. Со штрих-кодом, всё такое. Это просто отлично. Это уже плюс продавцу, хотя продавец мог бы побеспокоиться. Извиняюсь, камера мог бы побеспокоиться и каким-то образом защитить этот довольно... Как сказать... Этот товар всё-таки легко повредить, и продавец мог бы побеспокоиться о некой защите товара внутри пакета. Ну да ладно. Открываем, смотрим. Извиняюсь, что здесь шуршу очень сильно, но без этого никак. Итак... Ай... Давайте поднимем камеру повыше, возможно. Да, выше уже не получится. Итак, это у нас складная канистра. Складная канистра на 5 литров. Присутствует... А, сделана она из относительно толстого пластика. Относительно толстого, да? Есть ручка. Угу. Ну и, соответственно, есть крышка. Без уплотнительных колец каких бы то ни было, да, точно. Резьба довольно короткая. Впрочем, закрывается... Не, ну, закрывается удобно. Ничего не скажу. Итак, рассчитана канистра на 5 литров. Давайте это проверим. Сейчас я выключу и попытаюсь набрать сюда 5 литров. Потому что у меня есть некоторые сомнения. Уж очень небольшая... Канистра на первый взгляд получается у нас, да? Посмотрим. Итак, канистру я почти полностью заполнил водой. Ну, оставил чуть-чуть, чтобы не переливалось. Чтобы не быть голословным, померим её. Взвешиваем. Ну, как видите, чуть больше 5 килограмм в данной канистре сейчас. Ну, это плюс-минус 5 литров. Как видите, заявленная ёмкость влезает с запасом. Ничего не развалилось, не капает, не льётся. Правда, она стала очень широкой, да? Я уже не уверен, что с такой шириной её будет удобно перетаскивать. Но, тем не менее. Ещё один важный момент. Вес. Канистру перед тем, как заполнить, я взвесил на весах, и сама канистра весит всего 65 грамм. То есть, 65 грамм позволяет переносить больше, чем 5 литров воды. Это, по-моему, неплохой КПД. Ещё важный показатель – это запах. Запах изначально присутствует. Не скажу, что очень сильный, но всё-таки есть. То есть, придётся и промывать, и проветривать канистру, если хотите, воду пищевую переносить в ней. Насколько я помню, продавец утверждает, что в этой канистре можно пищевую воду переносить и использовать после этого. Но всё равно запах изначально всё-таки небольшой есть. И об этом придётся как-то позаботиться. Но, тем не менее, за доллар 60 центов товар очень даже интересный. Я покупал под конкретные надобности. Возникает периодически необходимость на значительные расстояния пешком переносить воду. Вот, думаю, использовать данную канистру. Ссылку на товар дам под видео. На этом у меня пока всё. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok